салава алейкум дорогие друзья вот я ночевал каракули вот это кишлак ну вот это озеро называется каракуль вот ведь это соленая вода вода совсем соленая как волны у него ну комары вообще много кусается вот здесь тоже отдышка потому что высоко горе я думал нос что ли просудился оказывается хозяина спросил не идет у нас до козыла арта говорят высоко горе стороны сары тоже а потом говорит там уже более-менее поэтому не тяжело дышать невозможно чуть-чуть движение как будто отдышка идет вот короче ну комар что-то надоел смотреть так ну вообще-то возле воды комары много бывают кусают чайки вот летают по 2 кусает и по 3 кусает ой как сибири когда-то я сибирь ездил девяносто этом году бизнесом вот тогда невозможно было здесь тоже так же вообще не уходит короче вот дорогие друзья невозможно здесь стоять кусает конкретно не уходит короче каракуль вот это вокруг снежные горы вот видите высота конечно 3500 3600 говорят поэтому касса . сильно хорошо идет тяжело касса дышать выехал из каракуля вот время уже пиздево и 7 вот смотрите там каракуль и вот это озеро огромное озеро ну соленая она как оси кули ведь вокруг вокруг каракуля только снежные горы вот такие ледники он там за оболтать а вот это тоже смотрите только снежные гор ничего здесь не растет вот смотрите как бы я теперь сторону сара таша до холоса сегодня где-то гульча за гульчой буду может там останусь посмотрим время покажет мне передо мной еще 2 перевал стоит за курт еще талдык талдык еще сказал курс что ли вот такой короче 2 перевала у меня есть вот это переходить надо но они говорят ну хозяин которых гостиница отдышка сильно мучает да горд мы ездим всяко горе поэтому вы тяжело дышать вот поэтому честно говоря у кого-то говорят голова болит у кого-то тошнит вот это высоко горе давит сильно горд давление вот поэтому я собрался в холоса дорогие друзья я поеду уже пора домой уже сколько дней помирский трак почти пройден остался до сариташа и потом все помирский трак заканчивается начинается чонгалай это по киргизской чонгалай она его одессе долина алая вот туда собираюсь а потом уже останется больше где-то 50 или 60 километров и поеду через андрижан связано также такси и домой 22 километра проехал 22 километра проехал вот должен поехать туда потом направо и по ушей ли поехал километров 20 или 30 будут границы таджикстан а потом начнется киргизской границы вот короче вот это место уже море 4 200 4 300 метров высота к поэтому здесь дефицит кислорода 2 30 40 процентов болтая оказывается который вчерашню 40 процента было дефицит кислорода потому что я вчера проехал 135 километров но было вообще смерть потому что как будто нос заложен дышишь вашей отдышки вот сейчас тоже отдышка ну чуть чуть меньше потому что говорят здесь 4 300 4 300 250 метров высота поэтому вертись где-то 30 процентов вот смотрите какие горы снежные горы они никогда не тает вот видите это ерунда это волос сарана таджикистан это тоже находится это место которые там за 6 тысяч за 7 тысяч ник там горы а потом вот сюда стороны киргизстан тоже ок сараташа направо если ехать можно варзов душамбе поехать вот там тоже вечные ледники там тоже высотники 6 7 тысяч ник и даже может больше короче вот это ледники это вечные да я думал просто наши горжи не такие высокие самый высокий у нас сколько ну три даже может не будет или будут мужа все равно наверх не лезут же а там который где дорога проходит наша машина где мы проходим а там оказывается никакого кислорода дефицита не бывает поэтому не понимаю вот здесь я понял тяжело спишь не так как будто нос заложено не туда короче вот дорогие друзья сейчас я прямо и направо поеду границу будьте здоровы до следующего видео а вот это каракуль это полностью соленый здесь рыба не ловит никто не купается не знаю почему но соленая вода вот видите оттуда начинается вот за ворот холмой еще вот так пустыня ничего нет никакого деревья на